всем привет тема этого видео рециркуляция рассмотрим для чего нужна рециркуляция и способы как можно выполнить рециркуляцию горячей воды системе с бойлером косвенного нагрева допустим что расстояние от бойлера до крайней точки водоразбора составляет 10-15 метров если мы в этой точке откроем кран горячей воды то придется подождать некоторое время пока сольется остывшая вода которая находилась в трубе и пока в эту точку не поступит горячая вода из бойлера чем длиннее трубопроводы тем больше воды затрачивается впустую и как следствие потери в системе водоснабжения так вот для того чтобы при открытии крана сразу шла горячая вода и делается рециркуляционный контур для этого самой дальней точке горячего водоснабжения помощью тройника подсоединяется еще одна труба которая возвращается обратно к бойлеру таким образом мы закольцовываем систему далее на этой линии устанавливается рециркуляционный насос благодаря которому в этом контуре горячая вода будет постоянно циркулировать и теперь даже в самой дальней точке водоразбора при открытии крана сразу пойдет горячая вода насос нужно использовать специальный для рециркуляции гвс такие насосы изготовлены в корпусе из латуни или из нержавеющей стали обычный насос для отопления чугунном корпусе для рециркуляции не подходит для того чтобы рециркуляционный насос не работал круглосуточно можно к примеру использовать насос со встроенным термодатчиком датчик будет включать и отключать насос по температуре согласно установленным параметрам либо как вариант можно использовать розетку с таймером и выставив нужные временные интервалы автоматизировать включение и выключение насоса в нужное время насос устанавливается на обратной линии рециркуляции ближе к бойлеру после насоса устанавливается пружинный обратный клапан перед насосом и после обратного клапана для обслуживания устанавливается запорная арматура труба линии рециркуляции подключается к бойлеру через специальный патрубок расположенный на боковой поверхности для подключения используется быстроразъемное соединение во избежание теплопотерь трубопровод рекомендуется теплоизолировать если в бойлере нет специального выхода для рециркуляции то и рециркуляционную линию можно организовать через патрубок подачи холодной воды для этого на патрубок подачи устанавливается тройник в один из выходов подводится холодная вода такой последовательности шаровый кран с американкой предохранительный клапан тройник для расширительного бака и сам расширительный бак в другой выход тройника подключается линия рециркуляции последовательность такая шаровый кран рециркуляционный насос обратный клапан шаровый кран с американкой при таком способе подключения линия рециркуляции также будет работать достаточно эффективно если видео было полезным ставьте лайк и подписывайтесь на канал и